Конечно, я и хотел бы сейчас с собой это всё убрать, но так стыдно. Злостных нарушителей порядка ловили, что называется, с поличным. Не замечая объектива фото и визиокамер, люди мимо урны бросали окурки сигарет и мусор в ассортименте. С первых минут проверки борцы за чистоту обнаружили злостных хулиганов. Алматин, забросившего мимо урна окурок сигареты, застали врасплох. Теперь ленивому горожанину грозит штраф от 10 до 20 тысяч тенге. Несмотря на это, рейд горожанин поддерживает. В первый раз со всеми может случиться. Так что, ваша работа здесь нанесёт какие-то последствия. Советуем. Желательно бросать курить, чтобы не попадать в такие неудобные ситуации. Между тем, это грозит не только наказанием рублём. При повторном нарушении можно угодить и за решётку на 15 суток. Только с начала года в Медеевском районе за подобное хулиганство к административной ответственности были привлечены около 200 горожан. Штрафы получилось на сотни тысяч тенге. Полицейские напоминают, что не следует забывать и о камерах видеонаблюдения, которые теперь фиксируют нарушения на улицах. Некоторые справляют нужные общественные места по тяжести. Некоторые повторные по части второй, то есть повторные в течение года совершают административное право нарушение. Им уже более строгое наказание, чем штраф идёт. За два часа активисты движения «Чисто по Алма-Атинске» и полицейские уличили в мелком хулиганстве свыше 20 нарушителей. Не сразу будут результаты, но мы в них верим. Результаты обязательно будут, обязательно. Потому что сегодня небольшое совершенно время мы заняли, но при этом вызвали такой хороший общественный резонанс. Нами заинтересовались люди, даже просто посторонние. А что, а почему? Следить за общественным порядком теперь будут регулярно. Раз в неделю и до конца года. Кроме того, неравнодушные к своему городу алма-атинцы тоже могут подключиться. Айрки Эрмек, Жаним Егбима Гамбетов, Телеканал Алматы.